Здравствуйте! Меня зовут Элина. Сегодня будет пирог баница, как говорят в Болгарии, или по-сербски гибаница из лаваша. Лаваш я купила вот такой, тандырный без дрожжевой. Это балканское блюдо готовится из тонкого теста фило с начинкой из творога или домашнего сыра. Я попробую, как получится с лавашом. Лист лаваша размером 60 на 35 сантиметров я делю на 4 части. Сливочное масло растапливаю, смазываю тонким слоем лаваш и оставляю полежать, пока готовлю начинку. Творог, яйцо, сметану, немного соли и острого красного перца. Смешиваю в миске. Получается вот такая негустая кашица. В начинку можно положить любую зелень. У меня, кроме листьев салата, ничего нет. Вкус они не испортят, а цвета добавят. В общем, нарезаю и отправляю к творожной смеси. Начинка готова. Четвертую часть начинки выкладываю на один кусочек лаваша и тонким слоем распределяю по поверхности. Теперь закручиваю рулетик и стараюсь сделать это поплотнее. И точно так же поступаю со всеми остальными кусочками лаваша. Дно разъемной формы диаметром 18 сантиметров. Я смазываю сливочным маслом. Лавашные рулетики скручиваю улиткой и укладываю в форму. Вокруг первого кусочка укладываю второй, оборачивая его вокруг. И вот таким образом вся форма оказывается заполненной. Теперь приготовлю заливку. В миску вливаю кефир, яйцо, немного соли и размешиваю до однородного состояния. И заливаю этой смесью пирог. Стараюсь, чтобы заливка равномерно протекла сквозь все слои. Заливка жидкая и из разъемной формы она начала вытекать снизу. Поэтому форму я дополнительно еще обернула фольгой. Остатки сливочного масла наношу на поверхность. Пирог отправляю в духовку при температуре 180 градусов. Пирог выпекался 40 минут. Заранее духовку я не разогревала, режим выставила вверх-вниз. Сразу пирог из формы не извлекаю, а даю постоять минут 15. Перед выпечкой баницу сверху я дополнительно смазала сметаной, чтобы восполнить вытекшую заливку. Это не обязательно. Верхняя корочка немножко подсохла. Поэтому я накрываю пирог сверху полотенцем и так оставляю. Через 15 минут пирог вполне можно доставать из формы. Посмотрите, какая мягкая стала корочка, но если она даже под полотенцем не размягчилась, то сверху пирог можно смазать небольшим количеством воды. Банницу можно есть горячей, теплой или холодной. Попробуем кусочек. Посмотрите, какой пирог красивый получается на разрезе. Слоеное тесто, много начинки, вкрапления и зелени. Посмотрите, какой он мягкий. Кусочек пирога легко взять вилкой. Получилось очень вкусно. Попробуйте приготовить. Я рекомендую. Если вам понравилась такая баница из лаваша, то оставайтесь на моем канале и вы найдете еще много простых рецептов вкусных блюд.